В Твери появилось новое объединение профсоюзов «Координационный совет». В него вошли представители самых разных отраслей, от образования до медицины. Какова цель создания этого органа, вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. 15 декабря прошлого года исполком Федерации независимых профсоюзов принял новую редакцию типового положения о Координационном совете Организации профсоюзов в представительстве территориального объединения в муниципальном образовании. По всей стране начался процесс их формирования. Твери не стало исключением. «Координационный совет создается в целях представления интересов Федерации Тверских профсоюзов для решения задач по защите социально-трудовых, профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюза. Развитие социального партнерства с органами местного самоуправления и работодателями». В состав Координационного совета вошли представители профсоюзов самых разных отраслей. Все они убеждены, что необходимость создания такого органа назрела давно. «Если мы создадим этот Координационный совет на уровне города, то профсоюзная работа будет только более активная, более слаженная, более сплоченная. И принцип профсоюза единства, солидарность и справедливость будет реализован в полной мере». Руководитель профсоюза студентов Политеха убежден, что новый орган поможет решить ряд застарелых проблем. Например, сделать льготным проезд для тех, кто учится в вузах. «Большинство городов России это сделано. У нас, к сожалению, пока нет. Также очень проблематично для студентов, которые из других регионов, пойти в поликлинику. Это тоже один из важных факторов, поскольку, чтобы им попасть сюда, им нужно кому-то в общежитие регистрироваться, кому-то это. Хотя, если бы у нас была поликлиника для студентов, то мы могли бы всех от профсоюза направлять туда, в неё». А в профсоюзе медиков уверены, что создание Координационного совета поможет решению вопроса с кадрами. Ведь, как известно, немало выпускников ТГМУ и медколледжа и просто молодых специалистов уезжают в другие регионы. «Через этот Координационный совет, в который тоже войдёт Отраслевой профсоюз здравоохранения, мы планируем, что будет заключено соглашение между Координационным советом профсоюзов и городом, администрацией города, а также Союзом промышленников и предпринимателей, в котором будут дополнительные гарантии и льготы для молодёжи». Вошедший в Координационный совет от имени муниципальных властей, заместитель главы Твери Максим Чебуков отметил, что городадминистрация сделала со своей стороны всё для помощи профсоюзам. «Очень своевременно, что сейчас такое собрание проходит. Здорово. Мы с вами просто создаём сейчас вместе, это событие трудно переоценить, один из инструментов представления прав трудящихся на местах». Таким образом, Тверь с этого момента присоединилась к общефедеральному тренду. Теперь станет примером, как минимум, для других муниципалитетов региона, где, вполне возможно, также захотят создать свои координационные советы профсоюзов.